Ну что, привет! Сейчас почти 12 часов ночи, я нахожусь в обожаемой, вдохновляющей, такой, я даже не знаю, как ее назвать, просто горячо в любимой Франции. И я сюда приехала по приглашению Vivienne Sabo, причем я прилетела в Париж и была уверена, что оттуда я буду ехать где-то полтора часа до отеля. Знаете что? Ой, оказалось, я тут полежу немножко, я так устала, что мне нужно будет ехать 4 часа еще на машине, так что я протряслась. Сейчас была на коктейле с девчонками, почти никого не было, только Тим в основном. Они все приехали из России, есть девушки также из Испании и из Венгрии еще была. Очень красивая девушка. И сейчас я буду принимать душ, гладить. И я так и не сказала, где, собственно говоря, я. Это долина над Луарой, где фантастические замки. Завтра у нас будет поездка на виноградники, на фабрику этих джемов поедем, варенья. Также дегустация вина будет. Будем собирать виноград. Я подготовила такой красивый наряд, я думаю, что вам понравится. И потом еще у нас будет такой день, что я сама не могу дождаться. Завтра еще встреча со стилистами, нам будут выбирать наряды, прически. Ну, короче говоря, обязательно оставайтесь со мной, я надеюсь, что вам понравится. Я вот утром проснулась, пришла на завтрак и поняла, что мы остановились в настолько красивом месте. Это как замок. И, в принципе, ехать никуда не надо, потому что здесь вот хочется все рассматривать, хочется фотографироваться на каждом шагу. Я вам все-все покажу чуть позже. Несмотря на то, что сейчас еще не 9 часов утра, я уже успела собраться, подкрасилась. Сегодня у меня такой наряд шляпка, платье женственное и туфельки. У меня с собой еще сменная удобная обувь, и я собиралась так ехать на винограднике, а тут подхожу к окну, и здесь кабриолеты. Я никогда в жизни не каталась на кабриолетах, и я начала сомневаться, для нас ли это, ну, их так много, что, скорее всего, да. Я же говорила, что это путешествие мечты. Вот девчонки все фотографируются. Такие красивые. Вот это сюрприз. Так, мы можем выбрать машину для себя, и нам сказали, что это впервые во Франции столько ретро-машин будут ехать одним караваном. Как это классно выглядит, столько кабриолетов. Мы ждем, когда едут, да? И в каждом по три фантастические красотки. А у нас еще и самый красивый драйвер. Это Ассоль, и вот спереди Лера. Да, штурм. А я просто получаю удовольствие. У нас потрясающий замок, потрясающие машины, потрясающая погода и настроение. Погода нам повезло. Прокатились мы на кабриолетах. Это было довольно свежо, но цвет такой приятный, очень теплый. Эти виноградники вокруг, и это не может не захватить, это не может не понравиться. И эти впечатления останутся на всю жизнь. Компания интересная, девчонки все очень-очень разные, но очень общительные. Это классно. Сейчас мы приехали в замок Шенонсо, если я правильно это произношу. Вообще, долина над Луарой славится именно своими замками. И этот называется замком Дам, потому что на его создание вдохновила женщина. И он построен в венецианском стиле. Здесь очень красивая территория вокруг, сады, которые нам предстоит посетить. И очень красивая аллея из платанов. А вот здесь растут маленькие лимоны. Это почему-то так умиляет, я не знаю, с чем это связано, но мне они очень нравятся. Кстати, они зеленые до сих пор, несмотря на то, что конец лета. Для удобства я сменила обувь, потому что мы приехали на виноградники. И сейчас займемся ничем иным, как сбором винограда. Шутки шутками, а нам подготовились секаторы и ведра. Так что все нарядные девчонки отправляются в поле. Я тебе все включила уже. Угу. Сейчас вот так вот. Гламурную сумочку. Гламурную сумочку. Ведро. И вот мой первый уголк. Так, инструкции никакой нет, поэтому просто срезаем. Вот такой спелый, супер вкусный. Он очень-очень сладкий. Ты украшение строптивый, да? Да. Помнишь? Нет. Только гляньте, как здесь много. И они так плотно растут. Этим летом я как-то много всего собирала. Еще осенью обязательно поеду собирать грибы. Здесь конца и края не видать. А вот женщина, которая работает на производстве, туда забросит собранный нами виноград. Это до сих пор сок, он еще не ферментирован. Он пахнет чем-то натуральным. И этот сок пребывал в бочке с 3 дня. Я не могу сказать, что это, знаете, такая душка, как в лимонадах, во всяких таких напитках, типа виноградных. Особенно, знаете, алоэ с кусочками, которые плавают в бутылке, очень часто там такая виноградная душка. Но она искусственная, да, понятное дело? Вкусненько. Но уже чувствуется, что процесс запущен. Вино вином, но здесь также производят органическое варенье. И вот это очень хвалили девчонки, так что я попробую органическую нутеллу. Если понравится, возьму на подарок. Как все организовано, время обеда. Девчонки здесь и виноградники. Сказали, что здесь подарочек. Хочешь сходить сюда, вот на мое место? Откроем. Вот здесь нет солнышка. Девчонкам заняла, они попросили. Сойди сюда, ты будешь на солнышку. Почему на солнышке? Тебе кажется, что там... Какая красота я сейчас всем испорчу кайф. Да-да-да, я такое буду носить. Очень-очень красиво. Интересно, у всех разное? Любимый пирог Татушки? Тарт Татенч. История этого пирога очень интересная. Тот самый случай, когда неудавшийся пирог стал легендой просто французской кухни. Его придумали, естественно, во Франции, как я уже говорила. Сестра, одна из сестры монастыря очень сильно торопилась, и у нее упал пирог, и он перевернулся. Времени печь новой не было, и она ничего нового не придумала. Она просто подала его так, как он упал. И всем настолько понравилось, как выглядит пирог, вот эти карамелизированные яблоки, которые делаются на сливочном масле, и песочное тесто прям вот... Манефикс! Нормально! Мон аппетит! Наш день сегодня не заканчивается, потому что мы приехали в один из самых красивых замков во всей Франции. Называется он Шаверни, и это первый замок, который был открыт для туристов, для свободного посещения. Мы не будем заходить внутрь, к сожалению, но, во всяком случае, посмотрим снаружи, и территория вокруг замка всегда очень красивая и ухоженная, поэтому хотя бы что-то, но удастся увидеть. Замок Шаверни был построен в 17 веке, и он жилой. Здесь действительно живет маркиз, это звание такое, вот в правом крыле. Возможно, мы сегодня его увидим, но это не точно. Эти деревья были привезены из Луизианы, им 150 лет, и называются они... как бы это перевести? Нога... Слоновая нога... Нога слона? Нога слона. Слоновая лапа. Я такого не видела. Катаемся на рыбочке. Все что-то снимают, проверяют. Я думаю, что вы узнаете девчонок, и у нас очень-очень интересная водитель. Лера! Мои зрители, кстати, передавали тебе привет. Да, спасибо большое, очень приятно, что кто меня знает. Так, покажу вам свой номер, потому что это довольно нетипичная гостиница и целый комплекс, потому что здесь реально был замок. И кто-то написал, что здесь как бы мрачновато, потому что можно бояться призраков, еще чего-то, еще кого-то, как мне кажется, несуществующего. Но, тем не менее, мне нравится. И я спала сегодня как убитая, честное слово. Я ничего не слышала. И интерьер интересный для разнообразия, почему бы и нет. И здесь, как видите, зеркало тоже в таком старинном стиле. Мое платье беленькое от SLIRA. Вы спрашивали в инстаграме. Оно такое миди летящее, очень красивое. И сегодня было довольно жарко, но при этом мне было комфортно. Шляпка. Сейчас переодеваюсь и отправляемся на ужин. Телевизор. Вот здесь такие картины всякие. Мне нравится то, что так серьезно подошли с точки зрения бренда. Везде есть наклейки, информация. Даже вода у нас Vivienne Sabo была. Здесь я разложила свой уход. Ванная комната. И сейчас пойду помоюся, свяжусь немножко. Бедем там. Смотрите, такой вид у меня из окна. Очень интересное место. Пруд. Ой, даже ресторан видно. У нас сегодня выезд на ужин в ресторан. И мой наряд на вечер это черное платье, которое я показывала вам в последнем видео об одежде. И вот этот жакет из Zara. Я покупала его на распродаже. Сейчас вижу, что его не мешало бы погладить. И вот ко мне приехала бижутерия, которую я заказывала, ну, где-то недели две тому назад. Очень интересно смотрится. Сразу три вот таких ожерелья. Вот эта часть очень красиво свисает в декольте. Нужно не забыть припудриться остатками того, что есть на кисточке. И босоножки на каблуке. А после ужина меня ждет кое-что очень интересное. Я попрошу, чтобы мне разрешили поснимать. Во Франции проходит съемка для гламура. И также нам презентуют новые продукты Vivienne Sabo. Это будут туши. Причем, помните, тот ключик, который я показывала за обедом, он от новой туши. Потому что там есть замочная скважина. И будем проверять вместе, лучше ли она, чем кабаре. Завтра ею накрашусь. Я уже знаю, что здесь три туши с силиконовой кисточкой и одна с классической. Мне очень нравится формула туши Vivienne Sabo. И, к сожалению, у моей любимой жалюзи уже не будет в продаже. Но я уверена, что эти также не подведут. Здесь у меня классическая кабаре и четыре новиночки. Ярко-розовая. Назовем это розовым золотом. Розовая. И вот такая золотая. Вот замочная скважина, о которой я вспоминала ранее. Ну что, завтра утром накрашусь, потому что я не хочу перекрашиваться вечером. Так как, в принципе, мой макияж не особо поплыл. Девчонки, из нашего отеля можно никуда не ездить, так как здесь есть что рассматривать. Вот по пути к лестнице или к лифту. Такой невероятный зал. Здесь проходят вечеринки, свадьбы, конференции. Всё это ручная роспись. О, вот сейчас светло. Прекрасно видно. И что вам сказать? Мне кажется, что я реально как принцесса в какой-то сказке. Здесь такое зеркало и очень светло. Покажу вам наряд. Вот так это выглядит. Стильно, скромно, женственно и элегантно. Едем кушать. Я очень-очень голодная. Так как завтра у нас бал, нам выбирают платья. Причем они должны быть яркими, нестандартными. Немножко в стиле Мэтт Гала. Я даже боюсь представить, что наденут на меня. И здесь помимо платьев, куча, куча обуви, аксессуары. Вау, это что? О, очки, кошечки. Но у меня оденут скорее всего что-то такое пышное, мне так кажется. Посмотрим, посмотрим. У меня будет такое платье. Вы в таком меня ещё не видели. И первое в жизни Лабутена. Полный образ будет таким дерзким, очень провокационным и интересным. Ау, просто обалдеть. У нас сегодня новый день. И никогда не угадаете, куда мы приехали. Здесь вертолётная площадка. Помните, как в мае я говорила, что обязательно пойду кататься, несмотря на то, что я боюсь высоты. Возможно, это первый и последний раз в жизни, поэтому нужно пользоваться моментом. А тут, раз, спустя несколько месяцев у меня снова выпадает возможность не просто покататься на вертолёте, а посмотреть на другую страну с высоты птичьего полёта. И будут замки. Говорят, что очень-очень красиво, поэтому направляемся уже к нашим вертолётам. И удачного нам полёта! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! После полёта на вертолётах мы вернулись в отель и планировали отдохнуть. Но девчонки придумали, чтобы мы все надели халаты, полотенца и выглянули из окон, чтобы нас поснимали, пофотографировали. Здесь я работаю, можно сказать. То есть мы и отдыхаем, и что-то посещаем, но в основном мы участвуем в съёмке для «Гламур Россия» и «Вивьен Сабо». Поэтому совмещаем приятное с полезным. Я не могу сказать, что мы здесь модели, мы просто, как, знаете, обычные девчонки, которые общаются, которые гуляют, которые пользуются косметикой, что-то пробуют, чем-то красятся, делятся своими впечатлениями, гуляют по прекрасной Франции и нас снимают. Также бал. Вот нас девчонок наряжают в такие необычные платья, нестандартные. Вот я не знаю, кто как, но лично я никогда не надела бы такое платье и вряд ли надену в реальной жизни на свадьбу, на день рождения, на что угодно, потому что это не совсем моя стихия, но хотя бы раз в жизни примерить что-то такое будет очень интересно. Причём, знаете, стилисты выбрали мне очень классическое чёрное платье, говорят, давайте рискнём, давайте попробуем что-то нетипичное. Я достала это платье, и они говорят, ой, мы хотели, мы хотели попробовать его на вас. Я предложила сделать такую очень зализанную прическу, чтобы волосы убрать, тёмные губы, так как у меня тёмный лак. И мне хотели выбрать ботинки, такие ботильоны чёрные в стразах, но я попросила, чтобы это были туфли. И я впервые в жизни надевала лабутены на свои ноги. И я хочу сказать, что жизнь не очень лёгкая, когда у тебя на ногах лабутены, потому что в них можно сидеть, но может немножко стоять и чуть-чуть походить, если надо, но прям совсем немножко, потому что это вообще некомфортно, это неудобно. Там как-то вот так выгибается нога, что ноги не выпадают, но тебе настолько некомфортно. Ещё и за такие деньги это как минимум странно. И да, я не знаю, будут ли ещё когда-то в моей жизни лабутены и баллы во Франции. Так что, когда тебя зовут в такие проекты, это как минимум интересно, это как минимум новый опыт. И даже если со мной будут некрасивые, неудачные кадры, я к этому отношусь очень спокойно, потому что, когда я увижу себя со стороны, я пойму, что я делаю не так, над чем мне нужно работать. Возможно, и не нужно. В такой обычной, реальной жизни. Но интересно пробовать себя в чём-то новом, учиться. И как только ты останавливаешься, начинается стагнация. Так что, что бы там ни получилось, всё равно для меня это новый опыт. Так что я вообще не планировала снимать влог. Просто захотелось с вами поделиться какими-то моментами, оставить это для себя в памяти. Я всегда так делаю. И влог я не снимаю, потому что меня кто-то об этом попросил, или у меня там что-то написано в каком-то документе. Нет, только для себя. Сейчас иду быстренько пофотографироваться. И потом нужно будет освежиться, и уже едем наряжаться на бал. Я не очень хочу, чтобы меня красили. Я честно скажу, что я не люблю, когда меня красят визажисты. Сегодня на мне очень лёгкий биби-крем. Я думаю, что я его оставлю. Помаду, понятное дело, мне накрасят такую, как выберут они. Я попросила что-то прям очень тёмное, чтобы я не была такой зефиркой, очень нежная, такой воздушная, как ангела, что-то более дерзкое, чтобы немножко сломать образ, который у меня будет в целом. И что ещё? Глаза попросила, чтобы были светлыми. Брови я сама накрасила, ещё уложу гелем. О, надо попросить гель Vivienne Sabo. Все очень хвалят прозрачный гель. У меня есть только цветной. Сейчас напишу девочкам, чтобы они дали мне. И ещё какие-то средства из любых, которые мне недоступны в Польше, к сожалению. Также возьму на пробы. Я знаю, что вы мне советовали и карандаши, и блески для губ, и карандаши для бровей. Я и так знаю. Но много всего классного у них есть за доступную цену. Всё, я побежала, а то я могу с вами болтать бесконечно. Споры начинаются. Сейчас нас накрасят, переоденут, и потом мы поедем на бал. Этот замок частный, и его арендуют для разного плана приёма, свадеб. Но видите, что всё дорого, богато, изысканно. И каждая деталь продумана. Ух ты, вы представляете, насколько богатым человеком нужно было быть столько лет тому назад, чтобы построить такой замок. Это ещё не всё. вот вторая комната. У нас здесь будет проходить съёмка. Ух, дух захватывает, я вам серьёзно говорю. Тут каждая комната краше другой. Это, я так понимаю, библиотека или какой-то кабинет. Снова камин. Вот жили же люди. Сколько здесь книг. Здесь рояль. Такая комната в жёлтом цвете. Очень позитивном. Интересно, как выглядят люди, которые жили здесь. Наверное, это они. Снова камин, чтобы в каждой комнате было тепло. Ой, видите, наконец-то удалось побывать в замке внутри. Это, о чём я говорила. Уже практически закончили макияж. Ещё сделаем тёмные губы, но я такая голодная, что сейчас бегу быстренько поесть, выпить кофе и дальше уже макияж. Макияж, макияж уже почти готов. Ну, в смысле, закончим с губами, прическа и наряд. И потом съёмка. Девчонки, сейчас я практически умерла. Мы находимся в гардеробной дамы, которая здесь проживала. Шанель винтажная какого года? 19 века. 19 века. Представляете? Винтажная Живанши. Вот, пожалуйста, Чек Шанель, Кортье. Да, нам так не жить. С Зарой и H&M и масс-маркетом. Класс! Всё такое элегантное и такой порядок. Ну, ничего, почувствуем себя хоть так принцессами. Мне кажется, я не вернусь домой, потому что мы идём и идём и идём. Здесь очередная спальня. Я думала, это как бы первый этаж и всё. и здесь наверняка очень красивый вид. И я буду сниматься в ванной комнате. дома. Ага. вот это да о май гад я даже не знаю что сказать я в восторге вот пожалуйста раковина из натурального камня здесь такое окно в доме кстати вообще нет воды до сих пор и это хорошо что все стараются сохранить в аутентичном видео все такие фантастические люстры мой макияж готов я конечно крашусь по-другому но почему бы не попробовать что-то новое для вас тоже будет сравнение как я умею сама а как визажисты напишите ваше мнение мне будет интересно почитать наконец-то я нашла зеркало в этом доме даже можно сказать зеркала и вот так выглядит мой сценический образ для журнала гламур и вивьен сабо на бал стиле мэтт гала то есть он должен быть таким очень ярким необычным я не знаю что скажете вы а мне нравится наверное это самое креативное что когда-либо было на мне но тем не менее выглядит это очень стильно и 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 Субтитры сделал DimaTorzok